Нелегальная ферма, в которой коровы лазают выше заборов, продолжает расширяться. Около года назад мы показывали репортаж из садового товарища в Арзамасском районе, где садовод свой огород превратил в скотный двор. Это не только незаконно, самое главное, это отравляет жизнь других садоводов, и это нелегальное хозяйство продолжает расширяться. Вон бегает поросенок, хрюшки хрюкают. Видите, да скотный двор, это самый натуральный. Ой, блин, тут вообще крово. Что там? Ну, что, бараны ходят. Вон они, вон стоят, на, иди, иди сюда. Коровы, свиньи, бараны, козы, более полусотни живности. Ну что, грязь, жижа, запах, сами чувствуете, какой. Вот, дохлый козленок, по-моему. У нас козлят здесь нет у него только. Только взяли через забор, выбросили, и все. Тут у него работники стали, постоянно живут, и забивают, и все. По ночам, может, он там голову палит, или все. Вчера что-то сжег, чуть-чуть у меня хозяйка в обморк не упала. Запах дым. У меня вот прям начало, я кашлял, 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 прям не по себе как стало. Вон забор, чтобы никто не смотрел, нарастил. Выше сделал. Выше сделал. Ага. И все. И что-то строят, там котлован какие-то, навоз. Склад навоза, свиного, козьего, крупно-рогатого скота. Это вот выше забора поднимается? Выше забора, да. Это навоз? Это навоз. Он трактором и его сгриб. Вот где там котлован у него с трактором, чтобы вот жижа больно-то не текла всегда, он сделал маленький котлован. На машине сбрасывает туда сено, жмыхи, арбузы гнилые. Все, чего где достанет, там, с фабрика, в это, как это, в продовольствие. Все у него там чавкают, все едят. Меня просто задолбала эта вонь. Вонизм страшенный. Привез, буквально, может, недели две-три назад, привез коз, овец, козлы там и все прочее. Раньше этого не было. Он все развивался, развивался, все скупает земли, и все. Тот сад, он уже скупил. За забором творится беззаконие. Просто. Нарушение федерального закона номер 217 от 2017 года. А с СНТ. Во-первых, использование земли не по назначению. Во-вторых, СНТ это не коммерческое, замес коммерции. Все говорят, а вы докажите. Для чего же он держит скотину, режет, антисанитарии, фекалии, все это, в дождь, все это течет, в тешу. Вот, вот видите, вот, вот вся жижа вот эта вот, после дождей, соответственно, вся течет на дорогу туда. Прям вот от его территории идет прям как бы выкопанный канал. Вот за деревьями, вот за последним кустом дерева, вот это будет там теша. Вот отсюда и туда. В речку, в тешу. Там, под берегом били раньше эти родники, сейчас оттуда моча идет. У меня с ним были разговоры о том, чтобы он прекращал свою деятельность заниматься. Ну, так он обещал, говорил, что прекращаю, все скотину забиваю, а привозы все новые и новые, вот. Здравствуйте, Иван Ильич, стойте, поговорите с нами, пожалуйста. В прошлый раз мы с вами не поговорили, поговорите сейчас. Объясните, почему за год ничего не исправили. Не слушает он никого, он сразу уходит и все. Я его спросил, я говорю, что я тут делаю, что он посмеялся, карьеру. И говорил ему, что эти штрафы сейчас большие, даже ничего. У него только одна отмазка, вы мне завидуете и все. Хозяин этого фермерского хозяйства на своих участках, конечно же, не живет. От интерьера он уехал, как вы видели, но по телефону согласился ответить на наши вопросы. Ничего, жалуются никто. Кто там жалует? Имею право корову держать с теленком, черт, для тебя. От зависти, жалуйтесь, жаба грызет. А сколько у вас коров сейчас? Сейчас две коровы. Просто мы сегодня лично минимум пять коров мы увидели. И как там пять? Ну так, ты вот пять. Ну не пять. А сколько? Ну три дойных, одна елова. Ага, а сначала сказали две. Ну две, три дойных, ну ничего, чтобы продадим на дойных. Вот вы говорите, у вас только свинюшки и две коровы. Да. Ну просто вот мы сегодня тоже обошли территорию, там в щелки вашего забора позаглядывали, увидели, и овцы у вас там гуляют. У соседа малышка умерлась, попросили меня, блин, овечка взять у них. Девать некуда. Я говорю, пусть бегают. А вы для себя одного такое количество скота содержите? И у меня дети внуки. У меня пять внуков. Мы сегодня с соседями вашими обнаружили мертвого козленка. Вот прям рядом с вашим участком за забором. Садоводы, которые вместо отдыха на своих садовых участках вынуждены непрерывно наслаждаться ароматами скотного двора и вычищать затекающий всюду навоз, второй год жалуются в местную администрацию. Данная ситуация, как мы выяснили, носит длящийся характер. Год назад уже жители обращались с жалобой в администрацию. Сотрудники администрации выезжали на место. Было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к собственнику этой фермы, самовольно установленной. И вся информация и материал был направлен на Роспотребнадзор. На текущий момент эта ситуация на контроле. Сотрудники нашего департамента в ближайшее время на место выйдут. Будут искать факты нарушения в сфере благоустройства и в сфере земельного контроля. Если участок используется не по назначению, соответственно, в рамках 248 закона мы объявим предостережение с требованием устранить нарушение. Кстати, если меры, которые намерены предпринять администрации, не помогут, то жители хотят обращаться в прокуратуру.